Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в этом прекрасном здании, где сейчас размещается Приморская краевая филармония. Но так было не всегда. И сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в прошлое и познакомиться с культурой Владивостока того времени, а также с теми людьми, которые всеми силами своей души пытались вдохнуть в этот далекий край культуру и познакомить первых жителей Владивостока с произведениями музыкального и театрального искусства. Итак, вы готовы к путешествию? Я, да, и уже превратилась в Анну Карловну Галецкую, хозяйку первого театрального салона Владивостока и супругу купца первой гильдии Ивана Ивановича Галецкого. Ведь именно ему мы обязаны появлением этого прекрасного театрального здания в 1903 году, которое получило название «Театр Золотой Рог». Оно стало настоящим подарком к 60-летнему юбилею самого Ивана Ивановича Галецкого. Но и так было не всегда. А начну я свой рассказ издалека. С первых воспоминаний первых жителей и гостей этого удивительного места, которое можно считать лучшим изо всех на свете, где уютная и теплая бухта, по берегам дубы и картинные горы. В низменностях журчат ручьи, в берегах много ключей бьет. И все в этой первозданной красоте было первым. Первый рейс, первая пристань, первый гражданский житель, первый родившийся ребенок, первый музыкант, первый актер и первый театр. Ивана Ивановича 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 Оля, моя долюшка. Субтитры создавал DimaTorzok Подобно тому, как Александр Сергеевич Пушкин своим творчеством открыл новую эпоху в русской классической литературе, Михаила Ивановича Глинку считают основоположником русской музыки. Так вот, сам Глинка говорил о Леоновой. Она обладает обширным звонким диапазоном – две с половиной октавы – от нижнего соль до верхнего до – чистой интонацией, ярким сценическим образом. Сам Глинка помогал составлять Леоновой программы и посвятил ей целый ряд музыкальных произведений, в том числе вальс «Фантазию». Он репетировал с ней свои романсы, утешения, «Не говори, любовь пройдет» и «Не покидай меня без нужды». И эта музыка уже тогда звучала во Владивостоке. Играет музыка 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 В путешествии на Дальний Восток Дарью Михайловну Леонову сопровождал лишь ее любимый кролик. Всех остальных напугала столь дальняя и долгая дорога. Сентябрьский Владивосток был весьма приветлив, хотя был мал. Тогда во Владивостоке проживало чуть больше 5000 человек, а деревянные домишки тянулись вдоль живописной бухты почти на 5 верст. Кроме основного города были еще две слободки – офицерская и матросская. Но уже тогда, в те времена, во Владивостоке существовал оркестр портов Восточного океана, в котором были струнно-смычковые и деревянно-духовые инструменты, которые и аккомпанировал певицы. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А родился Иван Иванович в Санкт-Петербургской губернии в 1843 году И его путь из родных мест во Владивосток был долгим и забрасывал его в самые неожиданные места В конце жизни Иван Иванович вернется в Санкт-Петербург и еще долго будет устраивать амурские обеды для бывших дальневосточников Для того, чтобы вспомнить годы молодости, проведенные на далекой окраине Российской империи А пока Ивану Галецкому 17 лет Галецкий завербовался юнгой на парусник, который взял курс на Русскую Америку в город Новорхангельск, который сейчас носит название «Ситка» По пути на паруснике разыгрался пожар и привел к взрыву порохового склада Уцелеть удалось нескольким, в том числе и Ивану Галецкому И нужно сказать, что это было не единственное злоключение в жизни Ивана Галецкого, в результате которого он остался жив и невредим На Аляске Галецкий прожил до 1868 года и был свидетелем того, как Аляска была продана Соединенным Штатам К тому моменту город Новорхангельск был по-настоящему развит и его называли Тихоокеанским Парижем Он был выстроен в стиле Санкт-Петербурга, с которым, кстати, он находится на одной широте Галецкий с супругой Анной Карловной и сыном Петром переехали в Николаевск на Амуре Где Иван Иванович Галецкий записался сначала в Мещанское общество, а затем во Вторую купеческую гильдию Он занимался торговлей, причем сам сопровождал грузы по Амуру В 1871 году Галецкие переехали в Благовещенск и Иван Галецкий записался уже в Первую купеческую гильдию Одновременно он подал прошение на имя начальника военного поста Владивосток о приобретении земельного участка Галецкому был отведен 478 участок в 18-м квартале, который позже был продан им при строительстве железной дороги А вот на 45-м участке в 5-м квартале на пересечении двух главных улиц Светландской и Алиутской он поставил дома Правда, пока деревянный. Гостиницу «Золотой урок», а в 1885 году пристроил театр на 350 мест, который получил название «Театральный салон Мадам Галецкой» И это стало настоящим культурным событием в жизни Владивостока Здесь стали коммерсанты собираться, устраивали музыкальные вечера, организовали драматический кружок, водевили, ставили Это позволило приглашать во Владивосток профессиональные театральные трупы, которые проводили в городе по целому сезону Первой во Владивосток приехала профессиональная труппа Мочалова, которую пригласил к нам купец Галецкий из Благовещенска Также во Владивостоке отметилась профессиональная театральная труппа Лазурина, которая на суд публики приготовила оперу Травиатта Действительно, Галецкий всеми своими силами пытался внести культуру в этот далекий край И сделать жизнь во Владивостоке насыщенной разными культурными событиями Кроме того, Иван Галецкий был первым предпринимателем Дальнего Востока Занимался торговлей, золотом промышлял, был подрядчиком при строительстве железной дороги И пускался в разные авантюрные дела Кроме того, он был непременным участником разных благотворительных обществ, которые существовали во Владивостоке А какие новогодние елки он устраивал для бедной владивостокской детворы А как встречали во Владивостоке новый 20 век? С 25 декабря 1899 года по 1 января 1900 года Владивосток захлестнул целый вал карнавалов Карнавалы устраивали театры, рестораны, морское собрание, яхт-клуб, гимназии, училища И богатые владивостокские семейства, которые имели достаточные апартаменты для того, чтобы пригласить гостей Но самый грандиозный бал был в театре и ресторане «Золотой рок» Ведь первым призом за лучший костюм было назначено кольцо с бриллиантом и ящик шампанского Сколько же здесь мелькало масок! Всю ночь играл дамский венский оркестр А на сцене шел спектакль «Черевички» по рассказу Гоголя «Ночь перед Рождеством» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ночь перед Рождеством» Субтитры создавал DimaTorzok Театр по праву считается самым мощным средством просвещения и развлечения Театр это место общения и правительство всеми своими силами поддерживало развитие театрального дела на Дальнем Востоке и в Манчжурии Помимо театра «Золотой рок» в те далекие времена во Владивостоке существовали и другие театры Так в 1901 году на перекрестке первой морской и корейской во втором квартале от привокзальной площади предприниматель Боровикс выстроил цирк-театр Газета «Газета далекая окраина» писала На одной из самых грязных улиц Владивостока, где порой из уст барахтающихся прохожих вырываются в высшей степени нелестные поджелания в адрес отцов города стоит театр Нечто среднее между манежем, цирком и балаганчиком И вдруг в нем сама Вера Комиссаржевская В 1899 году Владивостокская общественность решает построить народный дом имени Александра Сергеевича Пушкина Тем самым планировалось завершить празднование векового юбилея великого поэта 14 октября 1907 года народный дом был торжественно открыт И он вобрал в себя все формы народного просвещения Идея создания Пушкинского театра принадлежит служащему знаменитого Владивостокского предпринимателя Отто Линкольма Конторщику Ярилову Именно он предложил объединиться приказчикам, конторщикам и предпринимателям И создать центр культурного просвещения работников торговли Во Владивостоке в те времена были представлены разные оперные постановки А также ставили опереты и водевили, которые больше развлекали публику, нежели заставляли задуматься над сложной дальневосточной жизнью В 1900 году приезжей профессиональной оперной труппой в театре «Тихий океан», который не сохранился до наших дней В Владивостокской публике была представлена опера «Евгений Онегин» В Владивостокской публике была представлена опера «Евгений Онегин» «Кар Gezai Br엽 Nation» «Священная публике была представлена и ответила на «Евгений Онегин» В Владивостокской публике была представлена опера «Евгений Онегин» В Владивостокской публике была представлена опера «Евгений Онегин» Все другие старицы��은 во questões в translatesISE И мы приехали сюда Где мир molec selec αλλά recibir Г вспожедших зелен 본 nin луамئя Посмотреть, как расцветает она. Фироза, Фироза, Фироза бей, Татьяна. Фироза, Фироза, Фироза бей, Татьяна. Фироза, 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 Фироза. Желаем много быть счастлив, Быть вечно фея дезерих, Никогда б не быть скучна, полена. И пусть среди своей гонде Не забывать свой всех веке И всех своих подруг она. Вироза, 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 В 1897 году Иван Галецкий решает снести старое деревянное здание театра и выстроить новое, каменное. Но лишних денег не нашлось. Иван Галецкий пускается в разные авантюрные дела, и вдруг нечаянный пожар заставляет его вернуться к первоначальному плану. На строительство нового каменного театра ему была выделена беспроцентная суда. И несмотря на долгие отъезды Галецкого в Санкт-Петербург, к январю 1903 года четырехэтажное здание было построено. Оно состояло из двух частей. Западной, где разместилась гостиница «Золотой рок», и Восточной – театр со зрительным залом на 850 мест, с просторным портером, двумя ярусами ложь. Это было шикарное по тем временам здание. Ах, я совсем забыла про нашего гостя-скрипача-виртуоза. Уже 28 марта 1903 года в новом концертном зале «Золотого рога» выступал наш гость, скрипач-виртуоз Костя Думчев. Донской казак, ученик самого Леопольда Аора. Он весь вечер играл один в двух отделениях. Звучали произведения Бетховена и Паганини, произведения русских композиторов и его собственные сочинения. Смычок у него чудный, тон выразительный, беглость изумительная. Играет музыка КОНЕЦ 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 В 1905 году в Театре «Золотой рок» произошел пожар. Но и это не остановило Галецкого. На восстановление театра ушел ровно год. И в октябре 1906 года новый театральный сезон был открыт оперой «Аида». Во многих городах можно встретить подобные театры, история которых насчитывает более века. Театр «Золотой рок» был настоящей гордостью Владивостока. Он был весьма благоустроенным и даже шикарным по тем временам. Светланка в те самые далекие времена была гораздо ниже, да так, что поезда, прибывающие к станции Владивосток, проходили прямо через нее при опущенных шлагбаумах. Зрители через парадную дверь попадали в просторный вестибюль. А когда не было спектакля, можно было через зал попасть на сцену. Никаких костюмерных цехов и гримоборных в те далекие времена не существовало. В глубине сцены вдоль стены ютились маленькие дощатые гримерные. Первый ярус для режиссера, директора и актеров первого плана. Второй ярус для актеров второго плана. А под самыми колосниками размещались статисты. В качестве костюмерного цеха использовался облезлый сундук, в котором старый костюмер Таранька хранил разные наряды. Французские, немецкие, египетские, боярские, по крайней мере, он выдавал их за таковые. Особой гордостью были старые штопанные и перештопанные трико, которые Таранька называл Трике и которым вел особый учет. В те далекие времена прямо со сцены винтовая лестница вела прямо в гостиницу, что было весьма удобно, ведь артисты могли сразу попадать за кулисы, минуя зрительный зал. Любая певица или актриса, приехавшая во Владивосток и имевшая в запасе 10 платьев, могла не переживать за свой гардероб, ведь Владивосток в те далекие времена не отличался особой роскошью. КОНЕЦ Не бой, красавица при мне, КОНЕЦ 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 В мае 1909 года побывал в нашем городе солист императорских театров, всемирно известный тенор Леонид Собинов. Он решает проехаться по всей матушке России и начал свое концертное турне в Варшаве, а завершил во Владивостоке, на берегу Тихого океана. Концерт был назначен на 5 мая. Зрительный зал был забит до отказа, причем цены на билеты были весьма высоки. Зрители встречали певца бурными аплодисментами, а провожали букетами цветов. Собинов говорил, есть один серьезный город, и это Владивосток. Собинов бывал в нашем городе дважды. Второй раз он вернулся в 1928 году. И на этом концерте посчастливилось побывать Элеоноре Прей. Она писала, стоило пройти целые мили пешком, чтобы насладиться таким чудным концертом. Ах ты, душечка, Красная девица Мы пойдем с тобой Разгуляемся Мы пойдем с тобой Разгуляемся Вдоль по бережному Другим на душе Эх, пускай Эх, пускай Эх, пускай Эх, пускай Люди зарятся Ну и что же это Что за парочка То не муж Женой И не брат Сеструй Добрый Молодец С красной Эх, пускай Эх, пускай Они проделывали ежедневный экзерсис Читали А больше смотрели На мелькавшую за окном Россию Все свои 25 лет Творческой деятельности Екатерина Васильевна Не только танцевала Но и подобно Многим художникам Таким как Шаляпин Станиславский Коровин Боролась за утверждение На сцене Российской Самобытной Культуры Играет музыка 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 Анна Семененко «Скрипка» и Ольга Строгая «Альт». Партию фортепиано исполнял дипломант международных конкурсов Анатолий Медведев. В нашем концерте принимали участие солисты Приморской краевой филармонии. Дипломант всероссийского конкурса Анастасия Цыганова «Сопрано». Лауреат международных конкурсов Анна Гамова «Сопрано». Лауреат международных конкурсов солист Мариинского театра «Приморская сцена» Илья Астафуров «Тенор». В концерте принимала участие выпускница и солистка хореографического отделения детской школы искусств номер 6, города Владивостока Дарья Белова. А роль мадам Галецкой и партию виолончели исполняла я, Наталья Кривицкая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова